Когда-то давным-давно у меня был объектив Nikon 70-200 f4. И честно вам признаюсь, что мне очень нравился этот объектив. И я о нём, конечно же, вспомнил, когда ко мне на обзор приехал вот этот вот Pentax 70-210. Сегодня поговорим о нём и расскажу вам о своих впечатлениях от этого стекла и о том, кому оно может быть интересно. Представительство Pentax рейка в России мне прислал этот объектив на тест, я даже не знал, сколько оно стоит. Открыл собственный интернет, чтобы посмотреть, и когда увидел цену, он такой, чего, блин? Ну, знаете, да, прям как в меме, потому что, ну, честно говоря, 99 тысяч рублей, я подумал, что это просто безумные деньги. У меня был Nikon 70-200, я такой подумал, ну, я же помню, за какие деньги я его покупал. Надо просто проверить, сколько сейчас он стоит. Открываю, опять же, тот же Яндекс.Маркет, 99. Думаю, ну, может быть, Canon посмотреть, сколько стоит. 99. Так что, ребят, дело тут конкретно не в Pentax, оказывается, а цены подросли, а я и не заметил на этот тип объективов. Наверное, как и на всё другое, но тут-то я точно помнил, какая была раньше цена. Я вам скажу, что почти в два раза выросла она. Ну, тем не менее, от этого никуда не деться, давайте будем уже про особенности всё-таки разговаривать. 70-210 F4 достаточно своеобразное стекло. Кому оно может быть интересно? Вообще-то, в обзоре на Nikon 70-200 F4, который я делал, ну, лет пять назад, наверное, я там этот вопрос довольно подробно разбирал. Особенно мои впечатления, мировоззрения, мои взгляды с того времени не изменились. И я считаю, что он подходит отлично для тех, кто любит данное фокусное расстояние и при этом много путешествует. Потому что, если вы любите объективы 70-200, то 2.8, например, объектив слишком большой, слишком тяжелый и не всегда хочется тащить с собой в поездку. В то же время 70-210 в нашем случае F4 гораздо меньше, несмотря на это, он сохраняет отличные оптические свойства. Конечно, нельзя назвать его прям абсолютно компактным. Всё-таки беззеркальные системы нас немного избаловали. У ферм вроде Canon там есть довольно компактные 70-200 даже на 2.8. Но с точки зрения именно использования зеркальных систем, с точки зрения системы Pentax, это весьма себе небольшой объективчик. 850 грамм и, как вы видите, не такие уж большие размеры, особенно если мы снимем бленду. В принципе, это то же самое, что у Nikon с точки зрения размера, то же самое, что у Canon. Вообще, если вы берете стекла 70-200 F4 всех этих трех систем, вы попробуйте их сравнить по количеству элементов. Кстати, здесь 20 элементов в 14 группах, то же самое будет у Nikon, плюс-минус то же самое будет у Canon. По весу всё то же самое. То есть эти объективы, они уже, по сути, нацелены на определённую свою аудиторию, поэтому они и повторяются от системы к системе. У Pentax не было подобного объектива до 2020 года, оно вышло в этом году. И, соответственно, сейчас они сделали, чтобы, так сказать, у них было подобное решение. Здесь они, конечно, сделали не классические 70-200, а 70-210. С одной стороны, конечно, это плюс, потому что, ну, немножко больше фокусное расстояние получается. С другой стороны, опять же, сложнее искать подобные объективы. Потому что, если вы только пришли в систему Pentax и хотите найти себе 70-200 F4, то вы не сможете этого сделать, потому что здесь объектив 70-210. То есть придётся немного покопаться. Что касается внешнего вида и органов управления. Конечно же, у нас тут есть два классических переключателя для подобных объективов. Переключение между ручной и автоматической фокусировкой и включение, выключение лимита на фокусировку. Ну, по сути, эта штука ускоряет фокус, если вы фокусируетесь на удалённых объектах. Не видите вы здесь кнопки стабилизации, рычажка стабилизации, по той причине, что стабилизация Pentax в тушках до сих пор. Это такая особенность данной системы. Очень приятная, надо сказать, вам не нужно иметь стабилизацию непосредственно в самом объективе. Что касается ещё интересных особенностей, шкала фокусировки также у нас присутствует. Фокусировочное кольцо достаточно приятное на ощупь, и самое главное, что оно ухватистое. Кольцо фокусировки расположено максимально близко к передней линзе. Я не могу сказать, что мне нравится это решение. Честно говоря, я привык, когда управление зумом идёт ближе к камере. Мне кажется, это довольно удобно, потому что, когда вы снимаете, так приходится достаточно далеко держать руку. К тому же, если мы снимем бленду, наденем её задом наперёд, то получится, что она полностью перекрывает кольцо зумирования. Это ещё одно неудобство, связанное непосредственно с таким расположением кольца зума. Тем не менее, в принципе, с этим можно жить. Опять же, при изменении фокусировки, при изменении зумирования, у нас не меняются габариты самого объектива. Здесь всё полностью внутреннее, и фокусировка, и зум. Что касается скорости фокусировки, мне кажется, что эта тушка ограничивает данный объектив. То есть, такое ощущение, что объектив быстрее, чем тушка, и возможности тушки не дают этому объективу полноценно раскрыться, потому что фокусировка мгновенная, и иногда она бывает подтупливает, и это связываю я исключительно с самим Pentax. То есть, безусловно, в следующей камере Pentax должны улучшать свою систему автофокуса, чтобы такие современные классные стёкла могли раскрываться по полной. Макро 1 к 3, примерно этот фотоаппарат, этот объектив может выдавать на крайнем фокусном расстоянии, в 200 мм, да думаю, на широком примерно то же самое выходит. И заявлено, что макро, ну, практически 1 к 2, он может показывать на кроп-тушках, это особенно интересно. Опять же, если мы говорим про использование этого объектива на кроп-камерах, то оно тоже не просто возможно, а оно достаточно интересно, потому что там у нас, соответственно, за счёт кроп-фактора растёт эквивалентное фокусное расстояние, и возможности этого объектива расширяются вплоть до того, что вы можете им начать снимать каких-нибудь птичек. То есть, если вы раньше никогда не занимались фотоохотой, то на кроп-камере с этим объективом вы можете начать это делать, благо он хорош в том числе и на крайне фокусном расстоянии в 200 миллиметров. Что касается боке, то, конечно, на диафрагме F4 на 200 миллиметров он показывает достаточно приятную картинку и, опять же, можно фотографировать на него портреты, но вы должны понимать, конечно, что размытие не будет таким классным, как диафрагма 2.8. Да, кстати, если я в этом обзоре говорю про фокусное расстояние 200 миллиметров, я, конечно, подразумеваю 210. Просто уж извините, никак не могу отойти от привычки, что подобные объективы имеют фокусное расстояние 70-200. Здесь 70-210, конечно же, об этом я стараюсь не забывать, но, если что, вы меня, я надеюсь, простите. Опять же, эта связка очень неплохо защищена от воздействия непогоды, дождя, песка, пыли. Можете обратить внимание, сам объектив герметичный, к тому же у него есть дополнительные прорезиненные кольца и вообще вся эта защита у него заявлена. Соответственно, когда мы присоединяем, опять же, объектив, он довольно плотно здесь встает и все, влага уже никуда не проникнет. Сам фотоаппарат, опять же, тоже защищен от воздействия непогоды и, соответственно, даже в очень суровых условиях вы можете подобными связками пользоваться и не бояться, что вас фотоаппарат подведет. Что касается качества изображения, то у меня лично к нему нет здесь никаких претензий. Картинка резкая, в том числе и на открытой диафрагме F4 на всех фокусных расстояниях. Конечно, сложно было поверить, что они выпустят какой-то некачественный с точки зрения оптики объектив в 2020 году. Все-таки сейчас все фирмы сосредоточены на том, чтобы с резкостью все было в порядке и этот объектив не исключение. Вместе с тушкой K1-2 он показывает отличные результаты, хорошо работает стабилизация и вообще никаких нареканий к нему особых нет. Да, конечно, хотелось бы кольцо зума, чтобы располагалось ближе к камере, наверное, так бы было удобнее им пользоваться. В остальном же никаких критических замечаний у меня к нему нет. Этот объектив, если он вам нужен, вы его, безусловно, купите теперь в системе Pentax. Раньше системе подобного стекла не хватало, сейчас оно есть. И если вы, соответственно, используете Pentax как свой основной фотоаппарат, то, я думаю, вы будете довольны этим объективом, если он вам действительно нужен. Если вы хотите себе получить более компактный вариант для поездок 70-210, вполне с этим справиться, с тем, чтобы фотографировать пейзажи с перспективой и с тем, чтобы снимать те же портреты, почему нет. На 200 мм получается вполне себе симпатичная картинка. Ну а сегодня, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, Telegram, Instagram. Тоже не забывайте подписаться. Делайте правильный выбор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok